Большое спасибо, во-первых, за приглашение, хочу сказать, оргкомитету. Для меня большая честь, мне нравится, мы встречаемся здесь, большое количество специалистов, которые могут обсудить волнующие их вопросы. Это так важно, потому что лечение, оно сочетает в себе, конечно же, хирургический подход, и на предыдущей сессии мы видели, есть множество опций, вариантов для этого, но лучевая терапия является частью лечения, тоже используется, безусловно, и нам нужно увязать все эти компоненты. Первую презентацию, пожалуйста, поставьте, да? Ага, хорошо. Мне бы хотелось поговорить о APBI, о ускоренной парциальной лучевой терапии, и кроме того, если мы будем говорить о мультикатетерной лучевой терапии, вот когда я начал, когда я еще был резидентом, клиническим ординатором, фактически выполнял мастектомию, и потом я начал заниматься совершенно другой. В общем, если, так сказать, вспомнить мои юные годы, когда я начинала и сейчас, конечно, картина совершенно различная. Сегодня мы знаем, что действительно парциальная лучевая терапия – это очень показано определенным, хорошо отобранным случаем пациентам. Итак, вот начнем отсюда. Мастектомия, потом лампектомия и так далее, а потом акселярная диссекция при помощи EBRT, а потом, соответственно, сигнальный узел. Итак, частичное облучение – это уже новый стандарт, частичное ускоренное облучение. Что мы знаем из прошлого? Мы знаем следующее. Это методика, которая очень давно наблюдается, уже более 30 лет, мультикатетерная. Лучевая терапия была начата, низкий риск рецидивов, хороший косметический эффект достигается. Но вот я хочу познакомить вас с некоторыми исследованиями. Это исследование второй стадии, немецко-австрийское, по использованию ускоренной частичной лучевой терапии. Для применения этой методики крайне важен возраст пациента, не очень хороший для молодых пациенток. И второе – это третья стадия исследования в Будапеште проводящего. Мы видим, что возраст не старше 40 лет проводится такая методика. Ну вот, что можно сказать, три года назад мы опубликовали тоже исследование третьей стадии ГЕК-ЭСТРО. Мы, соответственно, у нас в течение шести недель 551 пациент с бустером и 633 в течение пяти дней. Затем мы проводили оценку и пришли к выводу, что мультикатетерная брахиотерапия является валидным альтернативной методикой лечения. И в данном случае, например, вы видите, соответственно, рецидивы были очень нечисты. Вы видите показатели. Пятилетняя, соответственно, в течение пяти лет частота развития рецидивов была очень низкой. И результаты через 10 лет, они будут оцениваться в конце 2019 года. Мы ждем, соответственно, получения этих результатов. И это, безусловно, новая парадигма. Это, соответственно, в случае с сниженным риском им не требуется ускоренная АПБИ, ускоренная частичная лучевая терапия. Вот эта вот статья была опубликована несколько лет назад. 4 тысячи пациентов были пролечены стандартной облучения в течение 10 дней или брахиотерапии в течение 5 дней. Это означает, что когда мы используем частичную лучевую терапию, мы можем сделать вывод, что через 10-летний период наблюдений, конечно же, различие будет очень невелико. И, соответственно, абсолютная разница через 10 лет инцидентности составляет 0,7. Но ПБИ, частичная брахиотерапия, может быть приемлемой альтернативой предыдущим методикам. Но вот, конечно же, это вот, когда мы посмотрели на женщин в постменопаузе, если мы выделили эту группу или группу сниженного риска, практически мы такие же результаты получили. То есть такая методика, такой подход к лучевой терапии работает. Но, тем не менее, стандартное облучение и брахиотерапия не совсем одно и то же. В случае квитарной, интерстициальной нюансов там происходит несколько по-разному. Что это означает? Это означает, что при внешнем лучевой терапии объем получаемый значительно больше, потому что необходим края для ежедневного лечения. В случае АПБИ мы можем избежать этого и, соответственно, мы можем сохранить в случае применения мультикатетерного подхода. И, кроме того, эндоковитарное облучение – это неплохо, это точная методика. Но, таким образом, мы можем упустить, пропустить СТВ. И, соответственно, не всегда это клинический таргетный объем получается. Итак, это хорошая опция, конечно, в случае использования мультикатетерной методики. Мы с этими проблемами не сталкиваемся. Методика мультикатетерной лучевой терапии, она очень важна. Вот это вот несколько лет назад была опубликована, в 2018 году была опубликована эта статья. Конечно, можем послеоперационно проводить это, различные методики получать, применять и получать аналогичные результаты. Но вы можете, соответственно, сами выбирать, куда, так сказать, по использованию игол, эклипсы и так далее. Мы уже говорили вот на предыдущей сессии, мы много слышали об ультразвуке. Это очень, конечно, хорошая, прогрессивная и перспективная методика. Но, извините, вот здесь вот в области рубцовой ткани, здесь мы видим все-все-все нюансы. Извините. Так, что мы здесь видим? Чтобы решить, так сказать, насколько мы покрываем этой методики. А вот эта вот будапештская методика под КТ-контролем или ультразвук тоже может быть тогда при открытой полости в Барселоне, например. Здесь мы видим полость, и мы видим, соответственно, иглы. Различные методики используются и в случае применения интерсоциальной брахиотерапии. Но у нас есть определенные ограничения, безусловно. КТ – это не очень хороший инструмент для того, чтобы увидеть СИТИВИ. Но у нас имеется вот такая визуализация, которая необходима системный консенсус относительно, так сказать, ограничения, отграничения СИТИВИ. И по поводу брахиотерапии две статьи были опубликованы. Кроме того, гайдлайны были созданы для таргетного определения после необходимых, конечно, случаев сирома, необходимых клипсов, как вы понимаете. Кроме того, клинический таргетный объем СИТИВИ, чтобы создать безопасные края. И также для закрытой полости в данном случае мы не видим сиромы. Мы предлагаем пользоваться руководством, гайдлайнами и, соответственно, использовать клипсы в области, где будет проводиться терапия. И это та область, когда вы понимаете, когда вы определяете ложе опухоли, и таким образом вы можете проводить лечение. Конечно же, вы можете использовать даже в случае онкопластической хирургии. И частичная лучевая терапия может использоваться, безусловно. Она не исключается в данном случае. Клипсы, они вводятся до поворота. Кроме того, смещение ткани проходит в том же самом квадранте. И хорошее описание хирургической техники. И, безусловно, необходимо в тесном сотрудничестве проводить между хирургом и лучевым специалистом. Ну, конечно же, интероперационная APBI – это хороший вариант. Потому что только в том случае, если края чистые, свободные. Вот в этом заключается вопрос. Итак, мы можем перейти к использованию других, более интересных опций. Ложа опухоли может быть, так сказать, частью только ложа. И мы можем использовать переоперативную брахиотерапию. И здесь вы видите хирурги. Они вводят то, что мы называем проводники, какой-то в центр. И таки мы можем закрыть полость и использовать катетеры. В данном случае использование этих компонентов дает возможность получения более точного результата. И за счет маркирования можем определить эту область. Но, кроме того, посмотрите на эту ситуацию. Вот здесь мы видим клип, да. И мы видим таким образом расчетное ложе опухолей. И в конечном итоге с краями. И таким образом мы получаем область для лечения, для применения этой методики. Как вы видите, здесь вы видите клипсы. И они создают определенную линию, когда вы закрываете полость. Переоперационные импланты вы видите. Методика Навара. Это испанская методика. С 2007 по 2014 год проводила 122 случая переоперационно. 8 катетеров использовалось от 4 до 14. В среднем 8 катетеров. Вы видите дозу, которая использовалась. Следует помнить, что есть еще одно использование для мультикатетерной брахиотерапии. Проводилось исследование. В 2013 году более 200 пациентов. Пятилетний контроль. 94% случаев был достигнут. И десятилетний контроль. 92% контроль. И результаты просто блестящие были получены. И косметический результат, конечно, изначально был не очень. Но, тем не менее, у нас есть поле для улучшения наших результатов. Можно сохранить грудь более чем в 90% случаев. Кроме того, исследования по парам с использованием более 300 случаев мастектомии по сравнению со вторым поколением терапии. Еще одно исследование проводилось с 2000 по 2016 год в Ницце, Франция, с участием 159 пациентов, которым была выполнена брахиотерапия. Пациенты обладали разным уровнем риска осложнений. И результаты исследования показывают, что мастектомия – это, конечно, не единственное решение. Дальнейшие шаги нашей перспективы на будущее состоят в разработке ультракоротких схем лечения, ультракоротких графиков. Брахиотерапия методом АПБАИ за 2-3 дня. Перед нами схема, предполагающая использование четырех фракций на протяжении двух дней. И необходимо сказать, что использование мультикатетерной брахиотерапии снижает риск такого осложнения, как перелом ребер. Болодная техника в этом плане не столь оптимальна. Что касается дозы облучения при полном облучении грудной железы, для нормальной ткани вам необходимы не 4 фракция, а 3, а в дозе 7 грудной железы. Исследование на протяжении исследования Triumph T-Trail, исследование Майоклиник, где пациентам выполнялось облучение тремя фракциями. И еще одно исследование, европейское исследование, где применялось 2 опции, 5 фракций в соответствии со стандартом, и снижение количества фракций до 3-4 или даже до 1. И, кроме того, интересные результаты исследования ВАП-БИ, ускоренная частичная радиация грудной железы, облучение грудной железы, были получены отчеты патологов, данные по стандартам распределения, и мы надеемся, что результаты исследования будут очень хороши. Очень интересные данные по наблюдению, после операционного наблюдения на протяжении 12 месяцев. У некоторых пациентов наблюдались некоторые фибротические процессы, но с течением времени данное осложнение разрешалось, обычно разрешалось. И опять-таки еще один случай, переоперативно был поставлен имплант, и через год, как мы видим, никаких следов фибротического процесса мы не замечаем. Таким образом, в исследовании принимали участие пациенты, которым было выполнено облучение 4 фракциями на протяжении 2-3 дней, в 33 случаях и 3-мя за 2 дня. И далее мы, конечно, будем за этими пациентами наблюдать. И последний слайд с заключениями. Одна фракция. Ну, разумеется, облучение одной фракции – это метод допустимый, возможный. И у нас около 100 пациентов на настоящий момент получало такое лечение. Местного рецидива не происходило. Однако мы не знаем, насколько применим этот метод для каждой ситуации, насколько он универсален. И еще одна группа пациентов, которые получали облучение в дозе 18 грей, однофракционно. Ну, опять-таки, будем смотреть на результаты. На настоящий момент хотелось бы сделать такие выводы, что мультикатетерная брехотерапия представляет собой технику с наиболее длительным периодом наблюдения. Мультикатетерная брехотерапия спасения представляет собой первую главную опцию при низком риске рецидива. И, разумеется, для наилучшей успешности данного метода необходима хорошая координация с хирургами. В популяции женщин старшего возраста допустимо применение однократного облучения в дозировке 16-18 грей. Большое спасибо. Продолжение следует...